Сотрудники полиции задержали двух человек, подозреваемых в разбойных нападениях на автозаправочной станции в Новгородской и Ленинградской областях. В ночь с 29 на 30 июля вооруженный пистолетом мужчина ворвался в помещение АЗС в районе деревни Тютицы на федеральной автодороге М-10 и похитил из кассы всю денежную выручку. Мы со сменщицей стояли здесь, мы начинали мыть кофеаппарат, стояли спиной. Сам вот этот парень, который на ограбление делал, он зашел со стороны спины, мы не слышали как. Повернулись, когда услышали, он уже направил пистолет, схожий с Макаром, в нашу сторону и стал сразу же угрожать. И спрашивали, открывайте кассу, чтобы деньги забрать. Получив чужое, злоумышленник скрылся на грузовом автомобиле по направлению в сторону Москвы. Один из операторов АЗС сумел запомнить цвет и номер грузовика и немедленно позвонил правоохранителям. Ориентировка о данном происшествии была передана в соседние территориальные органы внутренних дел. Сотрудники отделов МВД России по Валдайскому и Крестецкому районам, а также спецвзвода ДПС ГИБДД регионального МВД, организовали на трассе М-10 засадное мероприятие. В результате разыскиваем автомобиль, где находились двое подозреваемых в разбойном нападении. Сотрудниками полиции был остановлен, а сами они задержаны. Преступниками оказались двое молодых людей 22 и 23 лет. Один из них ранее уже был судим за разбойное нападение. Во время осмотра кабины грузовика оперативники обнаружили сигнальный светошумовой пистолет, внешне схожий с пистолетом Макарова, и похищенные денежные средства. Разбойникам с большой дороги может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Продолжение следует...